Ну что, ребятушки-котятушки, вы помните, что я проводила опрос, какое из обновлений фотостудию мне рассмотреть. И победил арт-текст, поэтому сегодня рассматриваем именно его. Заходим в приложение фотостудию, выбираем функцию арт-текст, заходим в галерею, выбираем фотографию, до которой будем добавлять текст. И видим множество крутейших вкладок, которые мы можем использовать. Можно создавать собственные шаблоны для того, чтобы разбавить свою ленту. Например, как это сделала сегодня я. Выбираем один из шаблонов, лично мне уж очень понравился вот этот шаблон. Нажимаем на текст, нажимаем именно на первое слово, удаляем стандартный текст и пишем свой собственный. Я использую именно русскую раскладку, чтобы показать вам наглядно. Во многих приложениях на андроидах русская раскладка не поддерживается, а здесь поддерживается. Нажимаем на стрелочку, зажимаем пальчиком получившийся текст и перемещаем его в центр нашего квадрата. Чтобы увеличить или уменьшить текст, мы можем тянуть за стрелочки в правом нижнем углу от самого текста. Чтобы передвигать его по экрану, достаточно просто пальчиком его зажать. Теперь нажимаем на рамочку и смотрите внимательно, потянув за стрелочки в правом нижнем углу от рамки, мы видим, что и две текстовые вкладки, и рамочка двигаются как единое целое. Теперь переходим к редактированию второго слова. Нажимаем на него, в появившемся поле удаляем предыдущее слово и пишем свое. Я напишу для андроид, так как именно вот этот обзор с названием арт-текст именно для андроид. На айфоне этого приложения нет, соответственно, этот видеолайфхак подходит только для пользователей андроидов. Если мы нажмем на вот эти вот буквы «ТТ», мы меняем автоматический регистр. То есть, если мы набрали в нижнем регистре фразу, нам не нужно ее переписывать для того, чтобы сделать ее обязательно в верхнем регистре. Чтобы поменять размер, также можно воспользоваться на нижней панельке вкладкой «Размер». Чтобы поменять шрифт, соответственно, воспользоваться вкладкой «Шрифт». Посмотрите, все шрифты разные, и все они подходят для русифицированной клавиатуры. Также, если потянуть за нижнюю границу от текстовой вкладки, можно либо растянуть вертикально, либо наоборот сузить текст. Лично я такой функции не пользуюсь, но вдруг именно вам она будет нужна. Нажимаем на галочку, далее размещаем текстовую вкладку по центру под нашей верхней вкладкой. Теперь растягиваем весь наш текст, весь наш текстовый ансамбль по экрану, размещая вот так, как нам необходимо. Когда результат нас устраивает, на нижней панели нажимаем галочку и снова нажимаем галочку. Далее жмем «Сохранить», и после просмотра небольшой рекламы, которая позволяет бесплатно пользоваться данным приложением, мы, а в данном случае вы, обладатели андроидов, довольствуетесь крутым результатом. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова